Приветствую вас на канале Натали Мастерс. Всех поздравляю с весной, с весенним настроением. Я к вам, как всегда, не с пустыми руками. Я хочу показать вам вот такую интересную шапочку, связанную корючком, удлиненную или, как говорят, мини. Шапочка связана из полушерсти. Ее можно также связать из хлопка. Она достаточно легкая. Удлиненный силуэт, шишечки, интересный узор. Имитация резинки небольшая. Интересное закрытие макушки. В общем, в этой шапочке есть все. Я надеюсь, вам будет интересно. Давайте вязать. Давайте посмотрим, как это сделала я. Шапочка вяжется очень быстро и классно смотрится. Первое, что мы делаем. Мы набираем 104 воздушные петли. Вот я их набрала. Очень аккуратно отслеживаем, чтобы не было перекрута. Я уже все просмотрела, всю свою цепочку, чтобы не было перекрута. И теперь соединяем соединительным столбиком. Вот так. Все готово. Первый ряд у нас это столбики без накида. Я вяжу 2 воздушные петли подъема и пошла вязать столбики без накида. Захватывая вот так вот 2 верхние дужки воздушные петли, вяжем столбики без накида. Это первый ряд. Вяжем достаточно рыхло. Тут затягивать нам не нужно, чтобы потом мы смогли нормально вязать нашу своеобразную резиночку. Ну что же. Вот я соединила соединительным столбиком первый ряд во вторую воздушную петлю. Теперь важный момент. На этом этапе нужно примерить нашу цепочку. Должно сидеть плотно, но ни капельки не сжимая. Четко просто по размеру головы, потому что резинка еще будет сжимать. То есть вот сидеть на голове достаточно чуть-чуть свободно. Чуть-чуть. Померили. Все нормально. Продолжаем вязать. Итак, я вытягиваю петлю, побольше ее делаю. Одну воздушную. Такой делаю столбик подъема. Дальше будем вязать резинку крючком. Смотрите, я завожу под наш же столбик вот так спереди крючок. Вытягиваю и провязываю столбик с накидом спереди. Вот он спереди, видите? Теперь я делаю накид и под следующим столбиком сзади завожу крючок и тоже мне нужно провязать столбик с накидом. Вот так. Мы вяжем столбики без накидом. Поэтому это не настолько наглядно. Я вам очень близко показываю специально. Накид. Заводим крючок спереди. В принципе, все то же самое, если вязать в ряд столбиков с накидом. Почему мы так поступили? Мы так поступили, потому что первый ряд он не очень будет выделяться в итоге в нашей резиночке, потому что он узенький-маленький, будет смотреться гораздо изящнее. И вот так мы и вяжем. Так как у нас круговое вязание, мы будем все время вязать с лица, то мы все время будем так и вязать. Те столбики, которые связаны спереди, мы будем повторять. То есть тот столбик, который над ним будет, мы тоже сюда провяжем. Если бы мы вязали туда-обратно, мы бы меняли этот порядок. Но у нас вязание по кругу. Вот мы так и вяжем. Так. Это второй ряд. Подходим к концу второго ряда. Смотрите, что я делаю. Вот пышненький такой столбик всегда, который спереди. Я под него завожу крючок. Последний у нас был задний столбик, это передний. И вот так вот соединяюсь. Вот видите, как соединительный столбик. Опять вытягиваю петельку повыше. Это у меня будет первый столбик третьего ряда. Теперь накид и опять задний за задний провязываю. А спереди вот так. То есть то же самое мы утрируем, повторяем. И у нас с каждым рядом резинка будет все сильнее и сильнее стягиваться. Ну как спицы мы навяжем, то же самое. С каждым рядом резинка набирает обороты. Можно так выразить. Так, третий ряд. Вяжем. Довязываем третий ряд. Как уже соединяли. Выполняем соединительный столбик. Закрываем. Сверху воздушную петлю. Обрезаем конец нити. Заправим его потом. И теперь будем вязать. Вот. С этой стороны. Для чего это делается? Потому что более тугое основание. Ну, естественно, можно было перевернуть клубок. Протянуть там ниточку и тоже вязать. Но я обрежу, чтобы никаких протяжек не было. И теперь мы вяжем уже, цепляясь вот сюда. Теперь вся шапочка пойдет вверх. Итак, первый ряд узора нашего раппорта. На высоту после резиночки будет просто столбики без накида. И провязывать мы будем, смотрите, куда? Вот в эти места. Даже не знаю, как назвать. То есть мы под, между столбиками. Видите, вот между, такие дырочки. И мы вяжем в них, чтобы было плотненько. Но вяжем, не затягивая. Это первый ряд нашего узора. Просто столбики без накида. Итак, второй ряд вяжем. Воздушная петля подъема. Второй ряд узора раппорта высоту. Воздушная петля узорчика. Дальше в следующий же столбик без накида, столбик без накида. И дальше будем вязать такой сложный элемент, шишечка. Но она еще будет на фоне прикрыта. Во-первых, две воздушные петли с двух сторон пойдут ее в высоту закрывать. Во-вторых, два столбика с накидом еще будут закрывать пространство, чтобы не было никаких дырок. Итак, две воздушные петли. Дальше мы провязываем следующий столбик без накида. Накид от столбика. Не довязываем до конца. Теперь шишечка. Вытягиваем накид. Первый. Второй накид. Третий накид. И четвертый накид вытягиваем. Провязываем накиды. У нас только накиды. Остается две воздушные петли на крючке, столбик недовязанный, шишечка недовязанная. И, наконец, следующий столбик без накида мы провязываем столбик с накидом. И теперь у нас четыре петли на крючке. Мы все это вместе закроем. Сделаем две воздушные петли и провяжем столбик без накида в следующую петлю. Вот мы выполнили наш элемент. Что мы получили? Во-первых, мы поднялись к шишечке. Во-вторых, закрыли эти дырки, которые пообразовались, если бы у нас были просто воздушные петли. Давайте повторим еще раз. Во-первых, воздушная петелька и вот такая маленькая арочка, столбик без накида. И еще раз провяжем элемент с шишечкой. Две воздушные петли. Провязываем на половину столбик. Теперь делаем пышненькую шишечку. Вытягивая четыре накида. Провязываем только их. И когда свяжем столбик, мы все вместе закрываем. Две воздушные петли и столбик без накида. Петля, следующий и поехали. Вот что у нас получается, такая красотища. Довязываем ряд с шишечками. Вот здесь мне нужно было сделать сокращение. Я не пропускала. В следующий столбик не вязала, а связала вот эту маленькую арочку в один столбик с накидом. И еще сокращение. Я прихожу. Две воздушные петли. И не в следующий столбик, а сюда же возвращаюсь. Где и у нас была точка начала ряда. Так. Теперь смотрите. Соединительный столбик в эту арочку. Это третий ряд раппорта. Я вяжу две воздушные петли подъема. И весь ряд будет третий провязан полустолбиками. То есть это накид. И мы не как столбик с накидом провязываем. Сначала накид, потом две оставшиеся петли. А полустолбик провязывается сразу. Вот вытягиваем накид и провязываются все три петли. Напоминаю, да? Это полустолбик. Накид. Теперь вяжем верхушку шишки. Накид. Полустолбик под арку. Накид. Полустолбик в арочку из одной петельки. Накид под арку. Накид в шишечку. И вот так вот мы собираем весь наш ряд. Очень аккуратно получается. Классно. Вяжем дальше третий ряд. И так провязали третий ряд. Вот он. Где наши полустолбики. Всего рапорт состоит из семи рядов. То есть сложный вот этот второй третий ряд. Первый, второй, третий. Четвертый, пятый, шестой и седьмой ряды. Они очень простые. Единственное, что в четвертом ряду мы с вами провязываем столбики. Видите? На лицевой стороне лицевые столбики. Через три столбика мы в один из полустолбиков вяжем два. Делаем вот такие прибавки. Видите? Три, два, три, два. То, что я сейчас и буду делать. Далее мы разворачиваемся в пятом ряду. Вяжем с изнанки для красоты изнаночный. Потом опять лицевой. Потом изнаночный. И на этом заканчивается рапорт. Только мы еще провязываем потом первый ряд следующего рапорта. Это столбики без накида. Ну вот. Я вам рассказала про рапорт. Сейчас и продолжим. Значит, у нас четвертый ряд. Мы вяжем три воздушные петли подъема. И будем вязать, прибавляя через каждые три. Раз, два. Вот у нас есть три столбика. Теперь мы вяжем два. Опять. Раз, два, три. Следующий ряд мы свяжем без изменений в каждый столбик изнаночными. Чтобы на лицо смотрела изнанка. Потом без изменений мы свяжем лицевыми. Еще раз без изменений в балку прибавок изнаночными. И первый ряд следующего рапорта мы свяжем без прибавок, без убавок. Точно столбик в столбик. Вот так четвертый ряд. Четвертый ряд с прибавками провязан. Пятый вяжется изнаночными столбиками. Разворачиваем. Шестой лицом. Седьмой изнаночные столбики. И дальше мы вяжем на лицевую сторону лицевыми столбиками без накида первый ряд следующего рапорта. Значит нам нужно провязать таких рапортов. Раз, два, три. И четвертый рапорт мы провязываем только лишь первые три ряда точно так же в четвертом рапорте. И в четвертом ряду мы не будем делать вот этих прибавок через три столбика. Мы провязываем как есть в каждый полустолбик, столбик с накидом. Видите? Далее пятый ряд последнего рапорта. Мы, естественно, вяжем его изнаночными. И в этом ряду мы сделаем убавки через три столбика. Вот так я их делала. Три столбика провязала. Убавка. Три столбика провязываем. Убавка. Так, тут я дошла до конца и соединяю. Опять поворачиваем на лицо. Смотрим, у нас постепенно шапочка закрывается. Вот она такая длинненькая. Видите, что происходит? Сужение красивое, плавное. Шестой ряд мы опять будем делать убавки. Три воздушные петли. Я провяжу два столбика с накидом. Так, за столбик я считаю, столбик подъема. Убавка. Два столбика. Убавка. Шапочка все больше закрывается, как мы видим. И теперь три воздушные петли я перевернула с изнаночной стороны, потому что у нас идет чередование лицо-изнанка, лицо-изнанка. И вяжем через один столбик. То есть я сразу убавку делаю. Убавка. Полу-столбик подъема. Убавка. Столбик. Убавка. При этом либо вяжите уже сильно затягивая туго, либо возьмите, пожалуйста, крючок поменьше. Если не берете, тогда уже туже затягивайте, потому что должно смотреться поплотнее на макушке вязание наше. Так, это седьмой ряд нашего раппорта. И это четвертый раппорт. Раз, два, три, четыре. Мы заканчиваем четвертый раппорт, закрываем шапку. И, наконец, мы закончили раппорт. Вот у нас осталось такое отверстие шапульки. Соединились. И теперь сократим столбики без, ой, то есть полустолбики. Мы будем провязывать вместе. Один, второй, вместе. Один, второй, вместе. Один, второй, вместе. Так вот красиво у нас пышненько закрывается макушка. Мы начинаем вязать полустолбики. Не довязываем и провязываем их вместе. Накид. Один вытянули, накид. Второй вытянули, провязали вместе. У нас получаются вот наши полустолбики, провязанные по два вместе. Остается вот такое отверстие. Теперь мы продеваем последнюю петлю хвостик нитки. И сейчас закрепим макушечку. Кто-то не знает, где моя габелиновая игла. Я крючком по два вместе провязанных полустолбика. Пропускаю крючок и протягиваю наш хвостик. Так вот, смотрите, да? Вот во вместе, вот во вместе. Я ввожу где-то по три дужки петель. Протаскиваю, вытаскиваю. Дальше. Видите, как красиво получается, если затянуть. Так же поступаем со всеми остальными. Можно, естественно, делать габелиновой иголочкой. Я придумала так. Можно попробовать соединить крайние кромочные вот эти вот петельки. Мне кажется, вот там будет очень красиво. Я сначала соединю провязанные вместе полустолбики. Для начала. Я их соединила. Видите, остается такая дырочка. Выровняла их. Случился очень интересный эффект. И теперь я буду пропускать нить через вот эти дужки. Можно иголочкой, можно крючком. Без разницы. Теперь пропущу через каждую из крайних. И окончательно затяну отверстие. Смотрите, затягиваю. В общем, усилия стоили нашей аккуратности и этих изощренных манипуляций. Видите, какая красивая получилась макушка. Теперь заправлено изнанки и все готово. Вот такая красота. Так, посмотрите, какая получилась великолепная шапочка в стиле Боха. Настолько непринужденная, красивая, удлиненная, весенняя шапочка Бинни. У нас тут есть все. И красивый узорчик. И шикарная макушечка. И имитация резинки. Коротенькой. В общем, очень гармоничное, красивое изделие. Которое, конечно, не останется незамеченным. Как всегда, под видео обратите внимание все характеристики пряжи, крючок и размера шапочки. Всяческие мои рекомендации. Потому что, конечно, вы можете детскую связать шапку. Вы можете поиграть с цветом в этой модели. Ну что же, а я советую вам перейти по ссылкам, посмотреть другие мои видео. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Тут много интересного. Все только начинается. Ну что же, мои дорогие, всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok